дорогие друзья дорогие братья и сестры шалом сегодня для тех кто впервые смотрит подобное видео я хочу разъяснить что в еврейской традиции все пяти книжей моисея турат маше как мы ее называем разделено на отрывки эти отрывки называются недельные главы потому что они читаются в течение одной недели и таким образом получается что в течение года народ израильский прочитывает всю тору всю пяти книжей моисеева от начала и до конца и вот на этой неделе читается недельная глава которая называется бхар это название дано потому что она встречается в первом стихе нашего текста но в целом здесь есть несколько разделов большой раздел посвященный году шмиты об этом мы чуть позже поговорим далее раздел посвященный юбилейному году и его связью с юн кипур судным днем и в конце есть набор разных заповедей связанных жизнью левитов и простого народа закон о ростовщичестве то есть такой свод некоторых заповедей первая тема на которую мы сегодня обратим нашего внимания происходит из книги левит 25 глава циферва икра называется на иврите здесь написано 1 2 стихи и сказал господь моисею на горе сина и говори сыном израилем и скажи им когда придете в землю которую я даю вам земля должна покоится в субботу господа уже неоднократно в наших рассуждениях в уроках есть урок посвященный шаббату мы говорили о том что у бота на страницах священного писания это не только седьмой день недели которую соответствии заповедю нужно чтить слово суббота это еще например первый и последний день праздника постановления кучей которые называются священным писанием господом называются субботами сегодня их называют шаббат йом то что значит суббота день хороший но есть еще один вид субботы о которой мы здесь с вами читаем это так называемый субботний год год шмиты он также называется субботой господом и подобно как люди должны отдыхать в день субботы посвящая посвящая его господу так и земля как мы с вами прочитали должна отдыхать седьмой год в субботний год и интересно что в нашем тексте речь идет о том что должна отдыхать земля они люди на самом деле если мы будем изучать этот вопрос внимательно на страницах священного писания мы увидим что есть очень тесные связи между словом божиим торой между народом израиля и землей которую бог дал израиль мы много раз видим на страницах священного писания в танахе что когда например восставали негодные цари как ахаз пресловутый со своей женой изабель когда весь народу израильский почти весь народ израильский ударился выдвинула поклонстве мы увидим что земля очень на ней очень сильно отражается духовное состояние израильского народа пророк амос пишет что это один из признаков того что бог недоволен своим народом когда земля перераст перестает приносить плоды интересно что в связи с этим сегодняшняя ситуация когда народ еврейский возвращается в землю обетованную и как мы с вами знаем наверняка что земля обетованная начала процветать расцвела также скажем по сути это показывает для нас для верующих в господа то что народ израильский сейчас делает именно то чего от него ждет бог и так мы с вами прочитали что один год когда земля должна отдыхать по сути это значит о том что нельзя собирать урожай и еще некоторые запреты чуть позже об этом тоже скажу и естественно возникает вопрос если нельзя собирать вырешенное в поле да то как же питаться ответ на этот вопрос находится собственно в самом тексте если бы мы с вами прочитали ниже и первый из них такой 21 стих но в 6 год я пошлю вам мое благословение и земля отдаст урожай на три года то есть бог обещает что если народ израильский будет соблюдать год шмидты то накануне этого года он даст не даже не два урожая а три урожая и больше того если бы мы прочитали дальше тексте то мы увидели что уже новые урожай которые можно собирать будете себе можно использовать будете собирать но старый еще не сидите то есть вот такое обетование которые бог дает народу израильскому интересно мне это напоминает ситуацию когда еврейский народ отцы наши были в пустыне и они должны были собирать ман которым питались и в пятницу нужно было собирать две порции марна потому что субботу он не выпадал и пятница была единственным днем когда этот ман не портился то есть если вы вы собирали например в среду и оставляли на четверг он портился и в нем заводились чем но если вы собирали в пятницу ман которого выпадала в два раза больше и оставляли его на субботу он не портился и вы могли всю субботу нету есть этот ман есть почему у меня возникает такая ассоциация не только в том что там речь идет о двоение просто человеку нужно было иметь веру для того чтобы жить пустыне собираем она бог учил человека учил еврейский народ верить и таким же образом он продолжает учить народ израиля верить ему доверять ему живя в земле обетованной интересно что в соответствии с писанием отвечая на вопрос еще как же питаться любой человек мог прийти в поле причем текст очень конкретно нам оговаривают неважно пришелец это живущий в другой стране рапли это животное ли это до любой мог прийти в поле для того чтобы сорвать и покушать запрет был продавать эти плоды и запрет был хранить на следующий день эти плоды и но кушать ты мог то есть если ты ты разумеется никто не сидела возле поля целыми днями да но если ты приходил в поле срывал виноград брал его с собой и съедал в течение дня то ты спокойно выполнял то что было предписано богом и так по сути у человека в ожидании года шмиты было три возможных вариантов вариант первый он мог подобно йосефу откладывать ежегодно какую-то часть выращенного урожая для того чтобы кушать в год шмиты это было легитимный закон выход 2 доверившись богу он мог ждать что в канун шестой год он получит гораздо большее количество урожая и этого урожая хватит надеяться на это до следующего до сбора следующего урожая который тоже можно будет вкушать и третий выход как мы с вами прочитали который также требовала человека веры это прийти приходить практически хоть каждый день в поле в любое поле любого хозяина и кушать то что выросло само понятно что цитрусовые допустим деревья же стоят они все равно вырастут апельсины да или виноград лозы стоят они все равно вырастут оливки деревья стоят они все равно вырастут ты не можно это повлиять как поэтому кушать это можно было жневьё следующий текст который говорит нам об особенном годе в русском языке он называется юбилейный это попытка перевести слово ювель с еврейского языка тут нужно говорится как-то сейчас русской традиции привыкли юбилеем называть чуть ли не каждый пятый год да то есть 20 лет ему называют юбилей 25 ему говорят юбилей 30 лет говорят юбилей во-первых юбилейный год только 50 соответствии со страницами священного писания мы с вами читаем 8 9 стихи 10 и отчитай себе 7 субботних лет 7 раз по 7 лет и выйдет у тебя времени 7 этих субботних лет 49 лет и тогда вы струбив шафар 7 месяц десятый день в день искупления вострубите в шафар по всей земле ваш и посвятите 50 год и объявите освобождение по всей стране всех жителей и и это будет юбилей для вас и возвратитесь каждый во владение свое и каждый к семейству своему возвратить слова ювель переводится или означает освобождение на протяжении семи лет каждый семь лет народ израильский должен был праздновать год шмиты удавая земле отдохнуть и вот после седьмого года шмиты на 50 год народ израильский должен был праздновать ювель это праздновать сопровождалось многими вещами освобождением рабов рабы уходили к своим хозяин в свои дома да как и в год шмиты осула возвращалась земля да и тоже подобно как в год шмиты то есть получается что когда приходил седьмой год шмиты то там два года подряд нельзя было собирать урожай и отдавалось все но вот на какую важную деталь я хотел обратить ваше внимание на то что в этот год нужно было выструбить шафар вообще вообще отрубление в шафар это очень яркое очень важные действия сегодня в повседневной жизни в шафар принято трубить в еврейском народе в основном в период между праздниками который сегодня называется роша шана йома труа то есть день трубный и йом кипур день судны или день искупления как он более правильно назван сейчас почему потому что звук трубы возвещал начало судов божьих и приход и предвещал приход миссию в этот мир по сути что за этим должно следовать должно следовать освобождение которое несет миссия именно поэтому следующий праздник после йом кипуру в череде празднования ежегодного израильским народом следует праздник суккот постановление кущей праздника который в соответствии с 14 главой книги пророка захарии будет праздноваться вот в этом царстве которую мы сегодня нередко называем тысячелетним царством еврейский народ называют олям оба царстве бога есть несколько синонимов по сути когда люди соблюдают эти праздники они как бы провозглашают что все что у нас есть не принадлежит но вот это очень важная вещь в которую нам всем стоит поверить все что у нас есть в нашей жизни имение рабы условно может быть сегодня даже наши дети и наше здоровье но не принадлежит нам она принадлежит богу интересно что если вы посмотрите на историю еврейского народа то в период после первого храма во время первого храма еврейский народ не соблюдал год шмиты откуда я это знаю это об этом говорит пророк который говорит о том что первый плен называемый еще вавилонским будет длиться 70 лет по количеству про пущенных годов кстати если бы мы прочитали немножко дальше текст в нашей недельной главе и мы увидели что бог предсказывает через машина что подобное может произойти что если народ израильский будет игнорировать года шмиты то земля свое себе вернет как мы знаем с вами что практически после разрушения второго храма земля отдыхала аж 2000 лет практически вот к чему это говорю для того чтобы жить вот этими нормами которые прописаны священном писании нужно верить отсутствие веры препятствовало всегда исполнению воли бога если мы посмотрим на историю еврейского народа то глубокому нашему сожалению но очень часто демонстрировали вот это отсутствие веры которая мешала нам делать то чего господь от нас хочет однако это не значит что планы божие будут проигнорированы и невосполнимы до сегодня может быть в силу того что и храма у нас нет и пока что еще далеко не весь еврейский народ живет в земле обетованной многие вещи мы не можем мы с вами прочитали что эти заповеди они принадлежат земле обетованной не другим народом не другим странам да но вместе с тем уже сегодня мы можем живя по вере выполнять то чего от нас ждет бог и это главный урок который я надеюсь мы вынесем из нашей недельной главы благословение вам шаббат шалом 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 Моё сердце воспоёт, пламулю, И я танцую в любви к ним, Отдаюсь ему всей душой. Бог наш глаз, поём и славим, Бог наш глаз, возбликнем мы, Бог наш глаз, и нет сомнений, Бог наш глаз, скажи о ней, И размышляя, как любит он, Моё сердце воспоёт, пламулю, И я танцую в любви к ним, Отдаюсь ему всей душой. Шабах, шалу, шабах, шалу, Шабах, 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 шалу, Шабах, шалу, шабах, шалу, Шабах, шабах, шалу, Субтитры создавал DimaTorzok